Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lidia Sweets. Я хочу с вами сегодня поделиться рецептом приготовления очень вкусного и популярного десерта итальянского тирамису, но с необычной освежающей летней ноткой цитрусов. Это очень вкусный десерт. Несмотря на то, что там есть несколько этапов приготовления, но он очень прост, поэтому сегодня буду делиться с вами подробным рецептом от А до Я, как его приготовить. Для начала нам нужно бы приготовить печенье с авоядзи. Не всегда оно у всех бывает дома, поэтому можно приготовить его самим. Делим яйца на желтки и белки. Также я поделила сахарный песок пополам для белков и для желтков. Часть добавляем к белкам, взбиваем до пышной светлой массы. Я взбиваю на средних оборотах миксера 15 минут и в конце добавляем лимонный сок, либо лимонную кислоту. Взбиваем до устойчивых пиков. Белки должны хорошо держать форму. И затем в отдельной миске будем взбивать желтки с щепоткой солью и оставшимся сахарным песком. Также взбиваем до пышной светлой массы. Именно тот вариант приготовления с авоядзи, который я вам показываю, у вас обязательно получится, потому что в добавлении сухих ингредиентов и замеса теста будет зависеть и результат. Я затем просеиваю через сито муку пшеничную с крахмалом. Обязательно полную громовку ингредиентов и всех этапов я оставлю под видео в описании, вы можете посмотреть там. И поэтапно добавляем взбитые белки. Смешиваем до однородности лопаточкой, либо венчиком. Обязательно снизу вверх. Зачерпываем со дна, потому что сухие ингредиенты оседают на дно. И чтобы масса получилась максимально равномерной и однородной, поэтому зачерпываем снизу и смешиваем до однородности. Вариантов приготовления печенья с авоядзи на просторах интернета огромное количество, но это один из проверенных рецептов. Я уверена, что он у вас обязательно получится. Смешиваем все однородности и по итогу вот такая масса у нас должна получиться. Она у нас готова. Отсаживаем сейчас в кондитерский мешок. Старайтесь это делать так, чтобы максимально не было воздуха, потому что при отсаживании печенья у вас будет прерываться тесто, и печенье не будет столь эстетичным. Выпускаем воздух и начинаем отсаживать на просведь, выстиланный пергаментной бумагой. Также для ориентира я выложила ложечку, она у меня размером 10 см, какое и печенье с авоядзи должно быть. И отсаживаем на расстоянии друг от друга, так как при выпекании они еще увеличатся в размере. Я стараюсь максимально отсаживать их ровными. Конечно же, магазинное печенье с авоядзи, оно идеальной формы, и оно очень пышное и красивое, но когда это ручная работа, то она получается вот такая индивидуальная. Также в конце посыпаем сахарной пудрой, хорошим слоем. Именно сахарная пудра придает вот такую красивую корочку и колер будущему печенью. И отправляем выпекаться в духовку, в заранее разогретую, при 170 градусах в 20-25 минут. И спустя время, когда уже у нас печенье готово, посмотрите, какое оно красивое получилось с трещинками, с хрустящей и румяной корочкой сверху и нежный воздушный бисквит внутри. Именно вот такое печенье должно получиться. Дадим пока печенье полностью остыть. Хотите, можете выложить его на решетку, либо дать остыть ему прямо на самом противне. А пока приготовим лимонный курд. Для этого нам понадобятся яйца, отдельно также желтки. Добавляем сахарный песок и также пропускаем через сито лимонный сок. Я это делаю для того, чтобы не попали косточки. Добавляем лимонный сок, смешиваем лопаточкой все до однородности. И сейчас мы эту массу будем уваривать на огне, чуть ниже среднего, постоянно помешивая. Это уваривается все очень быстро. И также нам понадобится сливочное масло. Мы будем добавлять его в конце. Я не отхожу от плиты, я постоянно помешиваю массу. Посмотрите, как она меняется по итогу. У меня прошло буквально 5 минут. И вот такая масса уже получается. Добавляем сливочное масло. Также увариваем еще 30-40 секунд. И можно выключать огонь и снимать с плиты. Смешиваем все до однородности. И я буду сейчас эту массу пропускать через сито. Когда вы лопаточкой вот так проводите, у вас будут оставаться характерные следы после лопатки. И масса будет словно желированная. Очень красивая, с приятным ароматом. Пропускаем через сито в глубокую миску. Потому что остаются прожилки после яиц. И также масса будет максимально гладкой и однородной. Дадим ей полностью остыть. Накрываем пленочкой в контакт. А тем временем, пока у нас будет остывать лимонный курд, мы приготовим основной крем. Можете оставить его остывать при комнатной температуре, либо убрать его в холодильник на 30 минут, либо на час. Для крема нам понадобятся желтки. Добавляем сахарный песок. Сейчас смешиваем все до однородности. И нам сейчас нужно будет яйца уварить на водяной бане. Я знаю, что многие в тирамису могут смущать тот факт, что яйца сырые. Но в данном случае они будут подвергаться обработке. Поэтому за это вы можете не переживать. Яйца увариваю буквально так же несколько минут. Вы будете по ним видеть, что они поменялись в цвете. И масса станет более гладкой, однородной. Сахар растворится. Затем добавляем немного к остывшим яйцам творожный сыр. У меня в Филадельфии. Можете добавить маскарпоне. И также смешиваем все до однородности. Отдельно нам нужно будет взбить сливки. Сливки у меня холодные, 33% жирности. Взбиваю в отдельные миски буквально пару минут. Главное не перевзбить сливки и не взбить их до устойчивых пиков. Сливки должны получиться немножко жидковатыми для данного крема и десерта. Вы можете видеть на видео, как они должны выглядеть. Вот такие вот нежные. Соединяем все массы воедино и смешиваем до однородности венчиком. Крем получается очень вкусный, нежный, просто потрясающий. У нас уже все готово для сборки десерта. Осталось только его собрать. Для десерта в данном случае я буду использовать вот такую стеклянную прямоугольную форму. Также я подготовила отдельно лимонный сок. У меня уже был лимонный сок готовый в бутылочке. Я его покупала в магазине. Либо вы можете отжать из несколько лимонов. И будем сейчас обмакивать туда печенье савоярди. Буквально 1-2 секунды. Этого будет достаточно. Также выкладываем уже смоченные печенья в форму. Также я поделила на глаз крем. Разравниваем ровным слоем. И так проделываем со всеми остальными слоями. Выкладываем печенье, крем, снова печенье и крем. Обмакиваю буквально 2 секунды. Стараюсь выложить вплотную печенье друг к другу. И затем выкладываем крем. Если у вас магазинное печенье савоярди, то оно впитывает максимально сразу же лимонный сок. Либо кофе, если вы будете обмакивать его туда. Поэтому достаточно буквально 1 секунды. Если вы будете держать дольше, то у вас печенье все размокнет. А нам этого не нужно. Поэтому обмакиваем секунду. Выкладываем. Немножко притапливаю его. Сверху перекрываю снова оставшимся кремом. И уберем в холодильник еще на полчаса. Для того, чтобы немножко крем стабилизировался. И мы могли выложить ровным слоем лимонный корт. К тому моменту он у меня также уже хорошо остыл. Поэтому разравниваем ровным слоем и убираем в холодильник на полчаса. Если хотите, можете пропустить этот момент. А сразу выложить уже лимонный корт. Но так как у меня крем очень нежный, поэтому я хотела, чтобы он у меня немножко стабилизировался. И также я выложила лимонный корт в корнетик. И просто сверху перекрываю. Посмотрите, какого насыщенного цитрусового цвета. Он очень красивый, с приятной нежной кислинкой лимона и очень вкусный. Убираю на всю ночь в холодильник для стабилизации. Для того, чтобы хорошо пропиталось печенье. И на утро мы уже можем его подавать на стол и пробовать. Десерт получается невероятно вкусный. Очень нежный. Пахнет летом фруктами, цитрусами. Просто прекрасный десерт. Обязательно сохраняйте рецепт и приготовьте. Я буду очень рада обратной связи. Если понравился рецепт, оставляйте обязательно лайки, комментарии. Подписывайтесь на канал, если хотите получать уведомления о новых видео. А я с вами не прощаюсь. И до скорой встречи на моем канале Лидия Суиц. Пока-пока.